Воронеж-Стат – постоянный информационный партнер 41-го телеканала. Именно с его специалистами выходили практически все выпуски потребительской корзины. Постоянные рубрики, столь полюбившиеся нашим телезрителям. Подводя итоги уходящего 2023 года, Воронеж-Стат поздравил редакцию 41-го телеканала с наступающим Новым годом. Уважаемые коллеги и друзья, коллектив Воронеж-Стата поздравляет 41-й канал с наступающим Новым годом. Заканчивается 2023 год. Несмотря на все вызовы, в этом году мы смогли сделать многое. Совместно работали над новыми и важными проектами. Подвели итоги всероссийской переписи и обработали данные по всем без исключения жителям Воронежской области. А это без малого 2,3 миллиона человек. Провели выборочные обследования населения по отдельно социально значимым направлениям жизни. Были открытыми для всех, кто использует статистическую информацию в своей работе и принятие решения. Старались упростить жизнь респондента. Благодарим за совместную работу 41-й канал, который выступал настоящим и постоянным информационным партнером наших проектов. Помогал нам улучшить свою работу и информировать население об ее итогах. В наступающем году нам предстоит решить еще очень много интересных и важных задач. И нет сомнения, вместе мы справимся. Хочу поблагодарить всех сотрудников 41-го канала за профессионализм, преданность к работе. Спасибо за вашу помощь и объективную позицию. Желаю всем сил, здоровья, успехов и заряда бодрости на весь 2024 год. С наступающим Новым годом и Рождеством. На страже продовольственной безопасности региона стоит Россельхознадзор. Ведомство контролирует производителей в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Подводя итоги, руководитель управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Татьяна Аушева рассказала, чем запомнился этот год и поздравила зрителей 41-го канала. Этот год, многие говорят, что он очень сложный, но я думаю, что он такой же, как всегда. То есть сложности всегда в нашей работе бывают. Если говорить о знаковых наших достижениях, я хочу отметить работу Воронежской области в части экспорта продукции. Мы продолжаем открывать новые рынки. Новые пять стран покорились нашим экспортерам. В том числе это Корейская Народная Демократическая Республика, это Таиланд, это Кот-де-Вуар, это Алжир. Всего, если говорить об отправках нашей продукции, 282 тысяч тонн отправлено на экспорт животноводческой продукции и продукции кормовой. Это больше, чем в предыдущие годы. География достаточно большая. Я хочу пожелать всем воронежцам, прежде всего, здоровья, благополучия. Хочу пожелать, чтобы в семьях всегда было взаимопонимание, любовь, взаимоуважение. Чтобы детки росли. Чтобы у нас на всех в следующем году была одна большая победа. Ну а 41-му каналу я хочу пожелать, прежде всего, конечно, высоких рейтингов, хорошей зарплаты. Хочу поблагодарить за то, что у нас было тесное сотрудничество, что ваши репортажи, они очень интересны. Я надеюсь, они интересны не только для нас, но и для ваших телезрителей. Счастья, здоровья, благополучия. И пусть рейтинги ваши растут. Чтобы держать руку на пульсе и освещать события, которые волнуют каждого воронежца, мы приглашаем различных экспертов в той или иной области. Вместе с ними мы рассказываем о важных изменениях в социальной и политической жизни горожан. В преддверии Нового года хочу от души поздравить свой любимый 41-й канал и его главного редактора Александра Зверева с наступающим Новым годом. И пожелать творческих успехов, роста каналу. Всегда приезжают журналисты, с ними интересно общаться. Они поднимают острые темы, всегда очень актуальные. И хочется, чтобы и дальше работало телевидение. А в эпоху, когда социальные сети наступают, достойно выдерживала конкуренцию, продолжала удерживать свою аудиторию, приглашать интересных экспертов, развиваться, писать. Ну и всем хочу пожелать, конечно же, в наступающем году счастья, благополучия, творческого подъема, оптимизма. И чтобы все какие-то проблемы остались уже в выходящем году, а решение всех вопросов было в Новом году. И касалось не только социально незащищенных групп, но и непосредственно журналистов канала, жителей Воронежа, жителей России, чтобы будущий год был на оптимистической ноте. Полковник полиции, командир отряда мобильного особого назначения МВД России по Воронежской области, депутат городской думы Александр Воронцов присоединяется к поздравлениям и желает нашим телезрителям счастья в Новом году. 41 канал, я часто с ним общаюсь, я люблю этот канал, хочу всех телезрителей, которые смотрят его за их правду, за их откровенность. С наступающим Новым году пусть Новый год, год дракона принесет нам всего хорошее. К поздравлениям воронежцев присоединяется областная дума. Депутат Воронежской областной думы Марина Андреичук поздравляет наших телезрителей. Если год будет добрым, если год будет благополучным, если год будет, скажем так, забота друг о друге, то он, безусловно, пройдет хорошо. Поэтому очень важно каждый день делать кому-то что-то хорошее, каждый день кому-то помогать. И тогда людей, которые нуждаются в помощи, поддержки, будут становиться все меньше и меньше. И мы сможем создать, знаете, такие условия, когда будет очень четкое чувство защищенности, очень четкое чувство того, что о тебе позаботится. Если у тебя что-то случилось, если ты не знаешь, как с этим справиться, ты знаешь, к кому обратиться, и ты будешь знать, что тебе обязательно помогут. Вот искренне желаю, чтобы, конечно же, таких моментов в жизни воронежцев не было, но если что-то случилось, чтобы всегда был рядом надежный человек, который придет на помощь. Очень хочется пожелать каждому воронежцу здоровья, очень хочется пожелать каждому воронежцу счастья, чтобы дети, родители, близкие люди не болели, чтобы всегда радовали. Ну и, конечно же, как можно больше улыбок, как можно больше радостных моментов, и очень важно, всегда нам хороших новостей. Хочу сказать вам огромное спасибо за работу, потому что с удовольствием весь год смотрела ваши сюжеты, они у вас, знаете, как сюжеты с душой. В каждом сюжете есть история, в каждом сюжете есть обязательно герой, который трогает за душу своим рассказом, своей ситуацией. И вот, на самом деле, когда смотришь, начинаешь верить исключительно в хорошее, потому что всегда есть люди, которые приходят на помощь. Много сюжетов в этом году были про изменение цен и финансовую политику страны. Воронежское отделение Центрального банка России рассказывало нам о самых важных новостях в сфере экономики. Много сюжетов в этом году были про изменение цен и финансовую политику страны. Воронежское отделение Центрального банка рассказывало нам о самых важных новостях в сфере экономики. Галина Гончарова, эксперт Воронежского отделения Банка России, поздравляет 41-й телеканал с новым 2024 года. В преддверии Нового года, конечно же, хотелось пожелать всем нашим жителям, гостям нашей области крепкого здоровья, благополучия. Ну и, конечно, чтобы все мечты сбывались и мы оставались в душе немножечко детьми. Телеканалу желаю тоже всем сотрудникам крепкого здоровья, конечно же, процветания и чтобы все ваши задумки, проекты, которые вы хотели бы воплотить не только в 2024, но и в долгосрочном перспективе, конечно же, осуществились, а мы в этом будем вам помогать. Культурная жизнь в Воронеже всегда богата яркими событиями, мимо которых мы старались не проходить мимо вместе с нашими друзьями. Наш постоянный информационный партнер – библиотека номер два имени Алексея Кольцова и ее сотрудники поздравляют 41-й телеканал с новым 2024 года. В преддверии наступающего Нового года очень хочется сказать добрые слова нашему информационному партнеру. 41-й канал – это любимый канал воронежцев. Это канал поистину народный, который дружит с библиотекой номер два имени Кольцова. Мы сделали достаточно много интересных сообщений, стараемся просвещать людей, радовать людей, говорить что-то доброе, полезное, новое. И особо хочется сказать, что главный редактор 41-го канала Александр Васильевич Зверев очень много вкладывает и души, и средств, и знаний, весь свой потенциал, чтобы этот канал в дальнейшем все больше и больше приобретал новых зрителей, чтобы как можно больше было позитивной, светлой, радостной информации, и чтобы все, что в городе требовалось где-то скорректировать, исправить, все это отражалось в 41-м канале. Так что процветание, успехов, радости, позитива и мира. Мира вашей души, мира вокруг и мира везде. С Новым годом! Помимо всего прочего, мы также являемся давними друзьями с управлением городского транспорта. Подводя итоги года, я хочу поздравить наших жителей, наших пассажиров с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, успехов, поблагодарить за то, что вы пользуетесь услугами общественного транспорта, мы вместе будем стараться развивать его, улучшать. Хочу поблагодарить 41-й канал за оказыванную информационную поддержку в реализации наших мероприятий по реформированию транспортной отрасли. В нашей студии также побывали наши друзья с шоу Гии Радзе «Тайна пяти континентов». Дорогой, любимый Воронеж, мы зрители 41-го канала, мы от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Мы также освещаем всевозможные детско-юношеские турниры по всем видам спорта. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю обязательно самое главное здоровья, чтобы ваши люди, близкие всегда были рядом, были готовы прийти к вам в трудную минуту и помочь вам, но и всего вам самого лучшего. Ну и куда же без поздравления главного волшебника страны Деда Мороза. Позитивного настроения и счастья для детей и для родителей. А мы хотим вас еще раз поздравить с наступающим Новым годом! Галина Жукова, Виктор Шацких, Олеся Олесюк, Валерий Бобкин, Дмитрий Хлебный, 41 канал.